выравнивание вьюпорта относительно предмета который находится под углом немного поковырявшись на форумах я нашла таки этот способ дело в том что если у нас присутствует какой-то предмет или эта стена может быть какие-то объекты которые находятся под углом во вьюпорте то есть они имеют какие-то наклоны мы теоретически можем конечно вот развернуться допустим во фронтальный вид немножко покрутиться но это все равно будет не то абсолютно точно выровняться относительно объекта у нас не получится то есть для этого нужно либо создавать камеру и включать у нее режим ортографик либо разворачивать объекты есть такой способ при котором вы создаете сетку на поверхности объекта и относительно этой сетки можно выровнять вид для этого нужно сделать следующее у нас в разделе create есть категория helpers вспомогательные объекты в которой у нас как раз таки находится искомый элемент grid сетка эти сетки позволяют строить другие объекты используя свою собственную отличную от основной сетку взяв этот инструмент не забудьте включить автогрид чтобы он у вас прилипал к объекту под углом и затем можно с привязками можно без привязок начертите сетку неважно какой у нее сейчас будет размер самое главное чтобы она находилась именно под тем углом под которым расположен объект затем нужно обратиться к разделу где у вас обозначен вид нажать на него правой кнопкой мыши найти extended viewports и здесь у вас как раз таки будет вот эта категория grid если развернуть тут есть точно такие же как и обычные виды фронт бэк то потом и так далее и если нужно вот прям так сказать в лицо сейчас посмотреть на эту сетку чтобы она распласталась вдоль границы крана нам нужно же дисплей planes и таким образом у нас абсолютно ровно сейчас расположились объекты относительно вида хотя основная сетка на своем месте наша сетка на этом месте точно также можно например сейчас включить вид допустим фронталь видите теперь сетка будет там и мы видим наш объект фронталь вот точно также если вы хотите сейчас допустим относительно этого вида выстроить камеру это сделает очень легко вам достаточно найти вкладку create камера относительно этого вида будет создана камера таким образом вы этот вид закрепите вот что же касается создания и размещения объектов на поверхности тут все гораздо проще здесь вы можете переключаться в любой удобный вам вид просто выбирать автогрид и допустим создавать какие-то объекты те же самые примитивы размещая их сразу на поверхности при этом туда куда вы нацелите мышкой там вы будете строить новые объекты что касается перемещения этих объектов то есть автогрид у нас для того чтобы создавать объекты на поверхности других что касается перемещения мы можем использовать вот этот вот инструмент select and place который позволяет как раз таки объекты разместить на различных поверхностях других но переместить допустим на блок вниз боковую сторону какую-то и так далее вот то же самое касается и поворота то есть этот инструмент он имеет разные вариации под собой то есть я хочу повернуть я выбираю левой кнопкой мыши не отпускаю второй вариант все хочу покрутить относительно текущего положения с вами если хочу переместить выбираю первый вот что же касается вычислений углов между объектами тут все чуть сложнее тут нам понадобятся три точки то есть нужно сейчас понять нужно выбрать какой угол мы хотим вычислить то есть угол вот здесь вот либо здесь либо с какой-нибудь стороны если мне нужно вновь построить объект без сетки я эту сетку просто выключаю или убираю у меня активизируется home grid то есть основная сетка и вновь созданные элементы будут строиться уже вдоль вот этих линий я сейчас с опорой на этот угол поставлю новый объект и вычислю вот этот вот угол для вычисления угла нужно три точки поэтому я теперь иду снова в раздел helpers и поставлю три пустышки то есть объект даме даме я буду ставить привязкой 3 неважно какого размера мне сейчас важно зафиксировать вот эти углы почему я фиксирую дело в том что если я поставлю измерить угла и как объект 1 объект 2 обозначу эти два объекта то есть эти два кубика то он будет отталкиваться от их центров которые расположены у них на донышке там в середине нижней поверхности поэтому если мне нужно вычислить угол между вот этими крайними точками мне нужно их пометить вот такими вот даме теперь я что беру я беру объект про трактор ставлю его в той точке от которой я хочу собственно измерять угол то есть данном случае вот здесь далее пик object 1 я указываю 1 даме пик object 2 указываю 2 даме и вот здесь вот в поле angle не покажут какой здесь угол что касается выравнивания объектов относительно друг друга относительно вида то вы можете использовать простейший инструмент выравнивание брать например какой-то объект выбираете объект а нажимаете выравнивание щелкайте на объект b и дальше указываете по каким осям его нужно выровнять x y z это выровнять по всем осям далее вы указываете для текущего объекта то есть 1 который вы выбрали какую точку отправную вы у него берете минимальную допустим или максимальную и у второго объекта определяете минимальную центр пивот или максимальную что касается выравнивания карнизов плинтусов и так далее чаще всего там берется максимальная точка и минимальная у потолка примерно так ну и плюс не обязательно все оси выбирать можно только одну ось обозначить какую-то например z и выровнять по верхним точкам затем согласиться кнопкой apply и по x y можно выровнять по центру и вот у нас встала на место наша фигура при окончании выравнивания может нажать ok все спасибо за внимание